Самый вопиющий случай из моей практики. Сегодня я поговорю про ожоги. Вы только посмотрите, что происходит под ногтями. И это не только грязь и земля, как может показаться на первый взгляд. Ногти очень тяжело и сильно пострадали от действий некомпетентного специалиста. К сожалению, такие бывают. И произошло это в постковидные времена, как раз тогда, когда нас всех закрыли, выходить было нельзя, в салон никто не ходил, но девушки хотели быть красивыми, поэтому пользовались услугами подружек или мастеров недалеко, где-то по соседству. Вот такие результаты иногда приносили и этому видео уже почти три года. Да, это контент с 2020 года, и я его специально оставила, потому что считаю, что все должны об этом знать. Вот так выглядит химический ожог. Очень тяжелый. Не термический, именно химический. Он здесь случился из-за того, что мастер не смог правильно использовать материал, нарушал технологию. Скорее всего, была очень агрессивная база, которую выкладывали супер толстым слоем. Не совсем хорошая лампа, которая, наверное, не досушивала этот материал. И на выходе клиент ходил с островками, не просушенные базы на своих ногтях. Здесь точно была база, а не гель. И посмотрите, какие огромные слои. То есть очень много материала, очень огромное его количество. И, конечно, у клиентки были проблемы. Вы знаете, у нее постоянно разбухали пальцы. Она жалася на то, что все чесалось, болело. И ей очень не нравился эффект поднятых ногтей. Как раз именно так ногти и выглядят при ожоге. То есть если вдруг ваши ногтевые пластины стали подниматься, и под ними стало образовываться что-то похожее на дерево, то есть какая-то трухлявость, то это очень плохой признак. И самый частый вопрос, который мне задают, это можно ли потом покрыть такие ногти. Нет. Гелевые системы и такие ногти покрывать нельзя. Лучше никогда. Но есть альтернатива, и об этом я расскажу позже.